Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня стартовало важнейшее событие в жизни нашей страны – выборы президента России. Голосование будет проходить три дня – с 15 по 17 марта. Глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов призвал жителей республики прийти на избирательные участки и проголосовать. Каждому из нас предстоит внести свой личный вклад в дальнейшее развитие нашего государства, отдать голос за будущее России, сделать выбор в пользу процветания и благополучия нашей Родины. Накануне президент России в своем обращении подчеркнул, что единственным источником власти в нашей стране является народ и именно мы, граждане России, определяем судьбу Отечества. «Мы не просто отдаем свой голос, а твердо заявляем о своей воле и устремлениях, а личной сопричастности к дальнейшему развитию России. Потому что выборы – это шаг в будущее. Скажу без преувеличения – каждый голос важен, и выбор по итогам голосования определит дальнейшие векторы развития нашей страны. Присоединяйтесь к голосованию, вместе выберем сильную, успешную и процветающую Россию», – отметил глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов. Сегодня в 8 утра в Карачаево-Черкесии открылись все избирательные участки для голосования на выборах президента России. На одном из участков в Черкесске побывал Артур Мхце. В Карачаево-Черкесии на выборы президента России смогут прийти порядка 300 тысяч человек. Сегодня ровно в 8 часов утра по республике открылись все 252 участка для голосования. А учитывая активность людей уже в первые часы, можно с большой долей вероятности говорить о том, что и итоговые показатели явки на выборах будут высокими. На многих участках для избирателей предусмотрены конкурсы, выставки, праздничные мероприятия. Раисе Васильевне 96 лет, но несмотря на преклонный возраст, бывшая работница завода РТИ все так же активна и не пропускает ни одного важного события в жизни страны. А потому пришла в первый же день выборов главы государства. И получила от членов комиссии ценный подарок. Почему вы решили прийти на эти выборы? Потому что мы советской закалки, мы к порядку приучены, мы за доброе дело в России. Я вот пришла первая, я считаю, потому что я не могу ждать. Три дня, может быть, и завтра, послезавтра. Я сегодня схожу. На некоторых избирательных участках с самого утра большие очереди. Люди, так сказать, ногами проголосовали за то, чтобы не оставаться в стороне от определения будущего своей родины. А если уж такие места выглядят ярко, по-домашнему уютно, желающих быть частью праздника становится еще больше. В течение всех трех дней в непосредственной близости от избирательных участков находятся волонтеры, которые помогают населению принять участие в еще одном голосовании за территории, которые могут быть благоустроены в нескольких населенных пунктах республики уже в 2025 году. В данном вопросе залогом победы является как раз-таки активность граждан. У нас два варианта. Кто сканирует QR-код, переходит на сайт и заходит через госуслуги, читает самостоятельно варианты и голосует. Либо даем вариант назвать номер телефона. Мы сами все делаем через приложение. Мы выбираем один из вариантов, который говорит человек, так и проходит голосование. Из 252 избирательных участков, открытых в Карачаево-Черкесии, три являются временными – в республиканской библиотеке, следственном изоляторе и поселке Романтик. По оценкам экспертов, все мероприятия в рамках выборов проходят без нареканий. Артур Махцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. За процессом волеизъявления жителей поселка Иркен-Шахар Ногайского района в первый день выборов президента России следил Ахмат Халкечев. В своей двери 164-я участковая избирательная комиссия Верхнейших Хари, как и все, открыла ровно в 8 утра, первого дня голосования. После гимна России реализовать свое гражданское право и долг самые ответственные граждане. Надо выбирать самого достойного человека. Мы должны жить нормально, по-человечески. Ну а за кого голосовать, я вам не скажу. Каждый, кто пришел исполнить свое гражданское право и долг, предельно четко знает, каким должен быть президент и за что он или она голосует. Почему я пришла на выборы? Это я выбрала сегодня безопасность для себя, своей семьи, своих детей. Высокую степень гражданской сознательности избирателей на этих выборах обеспечивает понимание того, что без учета мнения каждого будет сложно добиваться реального развития страны, отмечает председатель участковой комиссии Тимур Канглиев. Эркен-Шахар – это, как, знаете, маленькая Карачаева-Черкесия. Здесь все же национальности. И вот статистику по КЧР можно сделать по Эркен-Шахару. Но я думаю, явка будет хорошая. На каждом участке, помимо наблюдателей от самих кандидатов и политических партий, чистоту избирательного процесса контролируют еще и независимые наблюдатели от общественной палаты республики. Ахмат Халкищев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Ногайский район. Традиционно старшее поколение относится к выборам с большой ответственностью. Яркий тому пример ветеран Великой Отечественной войны Хамид Абулович Канаматов. Сегодня он в числе первых исполнил свой гражданский долг и проголосовал за будущее России. Свой выбор уважаемый фронтовик сделал на своем избирательном участке. Свой гражданский долг исполнили также представители старшего поколения, избирателей поселка Майский. Какие еще мероприятия в честь выборов президента России прошли в Прикубанском районе, расскажет Мураджин Кезов. Село Дружба. На территории школы жители с утра голосовали довольно активно. Здесь подготовились к выборам основательно. Голосующих встречает, помогает пройти к месту голосования и оказывает всю необходимую помощь и консультацию. Как правило, с утра приходят люди с активной гражданской позицией и твердым намерением сделать свой выбор. А во дворе школы артисты района подготовили концертную программу «Ко дню выборов выбираем будущее». Каждый сознательный гражданин нашей страны, скорее всего, должен выполнить свой гражданский долг. И если мы любим свою родину, если мы думаем о будущем своей страны, все-таки, наверное, надо прийти и свое мнение выразить. В первый день голосования в поселке Майский чествовали старейших избирателей. Исполнить свой гражданский долг пришли люди, которые десятки лет отдали служению своей родине и добросовестно выполняли свои трудовые обязанности. И они, как никто другой, осознают всю важность и необходимость свободного волеизъявления и реализацию конституционных прав избирателей. Выборы – это необходимое мероприятие всей стране, в том числе и мне. И вот пришла я сегодня сделать свой выбор. Сделала я его. Кто достиг этого возраста выборного, должны делать свой выбор. Для меня важно именно самой отдать голос. И желаю, чтобы все наши люди пришли и проголосовали. В этот день делали свой правильный выбор. Как и на всех других избирательных участках района, в целом голосование проходит спокойно, в доброжелательной атмосфере. А в селе Чапаевское к выборам приурочили большой детский футбол между юниорами Прикубанского и Абазинского районов. Мурат Женкёзов, Вести, Карачаево, Черкисия, Прикубанский район. К теме выборов мы еще вернемся после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0,5 в горах до 5 градусов мороза, а днем 7-12 выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесске временами дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1, плюс 3, а днем 7-9. На участковой избирательной комиссии 239 в Олюхабес царит достаточно праздничная атмосфера. Приходят исполнить свой гражданский долг по звуке музыки и с хорошим настроением. Зарядилась позитивом. Альбина Ламкова. Главные выборы страны президента России в Олюхабес на избирательном участке 239 идут полным ходом. Первый день голосования, организовали музыкальное сопровождение. Все это способствовало созданию позитивного настроения для избирателей. День голосования стал настоящим праздником. С большим удовольствием можно было наблюдать за юными танцорами, оточенные движения и артистизм порадовали всех присутствующих. На избирательном участке приглашали попробовать и национальные блюда. Выборы в нашей стране всегда считались праздником, рассказывает старейшина Оулахабес Мухаммед Хакунов. Он говорит, что сегодня особенные выборы. Я голосовал за сильную Россию. Я голосовал за то, чтобы Россия была государством, лидером в мире. Чтобы люди в будущее смотрелись уверенностью. К этому тенденция, к этому есть. В момент нашего присутствия на участковой избирательной комиссии 239 были соблюдены все юридические нюансы. Избирателям после предъявления паспорта выдавали на руки бюллетень. После заполнения его опускали в прозрачно отпечатанный ящик. Активно участвует как молодежь, так и стародежь. Организованно приходят некоторые коллективы. И у нас очень много прикрепившихся коллективов. И коллективные голосования тоже проходят на хорошем уровне. Приходят и семьями. Заслуженный врач Карчаева-Черкесии Амин Макао пришел с супругой Мадиной. Это исторический день, говорит глава семейства. Вы всегда ходите вместе на выборы? Практически всегда, да. Для нас, для всех сотрудников нашей больницы, для всех граждан Российской Федерации это не просто значимый день, а я считаю практически святой долг прийти и проголосовать. Сделать свой выбор за достойного человека, за президента Российской Федерации. Хочется увидеть страну, которая будет заботиться о каждом жителе нашей страны. Заботиться от мала до велика. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карчаева-Черкесия, Хабистский район. Еще раз напоминаю, сегодня выборы президента России. Участок для голосования можно будет посетить в субботу и воскресенье. К жителям обращаются сотрудники управления ФСБ России по Карачаевой-Черкесии с просьбой проявлять бдительность. В случае появления лиц, вызывающих подозрения своим внешним видом и поведением, а также обнаружения предметов, оставленных без присмотра, особенно в местах массового скопления людей, просьба незамедлительно сообщать об этом по телефону доверия 26-70-00, действующему круглосуточно. Анонимность гарантируется. Итоги первого дня голосования подвелись сегодня в Общественной палате Республики. Эксперты отметили высокую явку голосующих на избирательном участке в Карачаевой-Черкесии. Гласность и прозрачность проведения выборов президента страны эффективно обеспечивалась системой видеонаблюдения. 90 участков из их с 251 можно постоянно наблюдать в режиме онлайн, говорили выступающие. В Малокарачаевском районе произошел инцидент. Женщина вылила краску в урну, куда голосующие опускают бюллетени. Других жалоб и замечаний с избирательных участков республики не поступало. В 2016 году мы ездили, просто не было таких технологий, мы ездили по республике, посещали избирательные участки, разговаривали с наблюдателями, с людьми, с людьми избирательных комиссий, выясняли, какие справедливости сейчас. Вот это все видно. Так что я считаю, что просто замечательно. И то, что первый день он закончился, и хочется верить, что последующие два дня будут так и бежать. Фильм о мужестве, чести, предательстве и любви. В Черкесске в кинотеатре «Чарли» 14 марта вышла в прокат картина «Позывной пассажир». Фильм был создан при поддержке фонда «Кино» в партнерстве с телеканалом «Россия». О сюжете премьера и об отзывах первых зрителей расскажет Дарья Тендит. Действия фильма разворачиваются вдалеком в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живет в Москве, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня. Пока не узнает от родителей, что его брат пропал без вести на Донбассе. Несмотря на давнюю ссору, Николай отправляется на его поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь. «Я за братом приехал. Лет десять назад я увидел в окно, как его бьют. Я не вмешался. Предал его. Теперь я должен его найти». Далекий Донбасс теперь перед ним. Он видит чужое горе, смерть и боль. Не имея военного опыта, он присоединяется к одному из батальонов, где ранее служил брат, и понимает, что он не просто пассажир, а настоящий защитник. Действия картины максимально приближены к реальности. Роли сыграли актеры, которые побывали на передовой. В Черкесске первые зрители уже оценили картину. «Эмоции, конечно, зашкаливают. Очень интересный фильм. Рекомендую всем прийти посмотреть». «Захватывающий сюжет. Я бы пошел на этот фильм еще раз». «Шикарнейший фильм. Пробирает до слез. Эмоций очень много. Обязательно всем нужно посмотреть. Приглашаем вас на просмотр фильма «Пассажирки». Дарья Тендит, Виктория Карпенко. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Удивительные люди». Я прощаюсь с вами. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова